Ещё при возведении стен необычного детского сада год назад воображение рисовало что-то совершенно особенное. Когда он ещё не открылся, когда дети ещё не могли ходить, когда он ещё остановился, там ещё должны были игрушки дополнять. Я смотрела, думала, какой дворец там, я посмотрела, мне очень понравился. Замок рыцарский. Это, наверное, здорово ходить в рыцарский замок, настоящий врач. Нравится тебе здесь? Сказочный замок нравится всем. Красочный снаружи, с высокими яркими башнями, с необыкновенными верандами и площадками, он оказывается таким же волшебным внутри. Огромный холл, украшенный картинами стены, удобная, красивая мебель. Сами группы для детей по убранству не уступают общим помещениям. Дизайн их индивидуален и соответствует названию. На полянке растут ромашки и колокольчики. Узная их, стены украшают воздушные шары. В другой группе сияют звёзды. Раздевалки просторные, санузлы полностью отвечают современным требованиям и удобны для малышей. Спальни уютные, а комнаты для занятий и игр светлые. Почему он так построен? Потому что мы думали о том, что все дети должны находиться в светлых помещениях. Мы все группы сориентировали на юг. При проектировании мы не смотрели на норму, мы их превышали. И, знаете, тут потолки совершенно другой высоты, потому что замок не может быть с низкими потолками. Тут площади по расчётам, на самом деле сюда можно не 120, а 168 детей запустить. Детский сад недавно распахнул свои двери для детворы. Сейчас из шести групп работают три. Самые маленькие воспитанники сада только осваиваются в новой обстановке без пап и мам. Адаптация не у всех проходит просто, но опытные воспитатели стараются, чтобы ребятишкам было комфортно. Это домик папа, а это домик мама, а это какой-то сынок, а как сыночка зовут? А это домик. Ваня, это сыночек Ваня домик. В этом замке детства есть всё для творческого, художественного и физического развития ребят. Наполненный игрушками группы музыкальный зал со сценой, где дети смогут реализовать свои актёрские качества. Большой спортивный зал с тренажёрами для занятий физкультуры и проведения соревнований. Для интеллектуального развития планируется открытие двух особенных групп. Помимо четырёх групп, которые будут работать по программе Васильевой, мы планируем открыть две группы, которые будут работать по технологии Марии Монте-Сори. Очень известная всем технология, зарекомендовала себя очень хорошо. Здесь будут находиться детишки разных возрастов, трёх возрастов. По обыкновению скрытая от посторонних глаз хозяйственная часть дошкольного учреждения, в этом детском саду тоже является его особенностью. Во-первых, для приготовления пищи отведено несколько цехов. Во-вторых, все дети завтракают и обедают вместе в большой столовой. Медвлог состоит из процедурного кабинета, комнаты медработника, изолятора. Скоро начнёт работу гидрованна. В детском саду, который уже стал гордостью и украшением поселения, всё сделано с любовью к детям. Дети в посёлке знают, что у них теперь есть замок, замок детства. Причём я должна отметить, я всегда отмечаю то, что перед тем, как начать строить этот детский сад, были отремонтированы те два существующие учреждения, и они превратились в сказочные, в маленькую сказку. А этот появился большой замок, замок детства. И я думаю, что он будет оправдывать своё название, и всем детям будет комфортно. А родители будут спокойны за своих детишек. Татьяна Акимова и я, Дамия, Видное ТВ.